Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Крайсиков. Я приглашаю всех 19-20 марта на свой двухдневный семинар в Казани, который пройдет уже на этой неделе. Осталось не так много мест, поэтому если вас интересует тема вегетососудистой дистанции, панических атак, работы с симптоматикой, страхом сойти с ума, вегетативной симптоматикой, депрессиями, плюс вас интересует сам технологический процесс когнитивной терапии, работа над мышлениями, работа над убеждениями, самостоятельные работы, ведение дневников, ведение таблиц, мотивационных компонентов, достижение целей, выбора смысла жизни, планирование, выхода из депрессии, принятие определенных поведений окружающих людей, самомотивации, самодисциплины. Если все это вас интересует, пожалуйста, записывайтесь на двухдневный семинар-тренинг, который пройдет в Казани 19-20 числа с утра до вечера, два дня подряд, с обедом, конечно. Те же самые темы будут на семинарах в Москве и в Санкт-Петербурге. С расписанием вы можете ознакомиться на моем сайте. По расписанию самого занятия. В первый день я обычно посвящаю начало тренинга работе с симптоматикой, работе с когнитивной терапией, ведение в когнитивную терапию, основные концептуальные понятия, как мы создаем эмоции, как мы создаем свое отношение и суть проблемы. А во второй день мы начинаем уже вести практические дневники, мы начинаем отрабатывать практические техники по работе с эмоциями, с убеждениями и заканчиваем второй день тренинговым занятием по вопросу целей, по вопросу смысла жизни, по вопросу беспокойства, депрессии, по вопросу самомотивации, самодисциплины. Хочется вам сказать очень важный момент. Чем мне нравится когнитивно-поведенческая психотерапия, в отличие от других методов? Нравится нам не тем, что очень много клиентов могут подсесть на некоторые виды психотерапевтической помощи и психологической коррекции. Есть методы психотерапии, которые оказывают поддержку, которые оказывают такую сововлеченность эмоциональную. И, конечно, когда человеку плохо эмоционально, он накопил определенные стрессы, определенные недосказанности, невысказанности и проблемы, приходя к человеку, который работает в такой вот методике, о которой я говорил, что мне не нравится, такой поддерживающий, да, он, конечно, этот человек выговаривается. Он выговаривается, он расслабляется, и, конечно, ему становится легче. Затем он выходит обратно в обычную жизнь из кабинета, и опять за неделю накапливается все это, и он опять нуждается это выплеснуть. Он приходит еще раз, это выплескивает, ему опять становится хорошо. И вот таким образом формируется обычный условный рефлекс, стимул реакции подкрепления, да, где стимул является кабинет, это, простите, ваша тревога, ваше напряжение, реакция, это облегчение после разговора с терапевтом, подкрепление, вы вернулись к нему в кабинет. Вот и, собственно говоря, все. И вы начнете мотаться, и у вас кабинет терапевта станет условным стимулом к облегчению. В когнитивно-погнической терапии, к сожалению, или к радости, к сожалению многих, к радости нас такого не происходит. Никаких облегчений на занятии не возникает, кроме некоторых пониманий обстоятельств, и как вы создаете там панику, эмоции. Эти понимания, они лишь понимания. Но я занимаюсь обучением людей быть эффективными и самостоятельными для самих себя. Во многом это дипломатия договариваться с самим собой. Мы обучаем людей самим себе быть психотерапевтами, самим себе быть эффективными менеджерами, сами себя мотивировать и сами устранять тревогу и не создавать тревогу, не создавать депрессию, не депрессировать себя, не терять смыслы, планировать и достигать результата. Вот так коротко можно охарактеризовать метод, в котором я работаю. Поэтому 19-20 марта Казань, чуть позже Москва и Санкт-Петербург. Запись уже открыта. Буду вас ждать. Ваш Красиков Алексей, Невроза Мегаполиса. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова